Доброе утро! 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 Итальянской ассоциации громадской допомоги города Эмпали. Проекту в этом году исполняется 11 лет. В 2005 году 11 наших детей находилось на оздоровлении в Италии. И среди них была маленькая девочка Валерия Лыкова. Житковический район, многодетная семья. Старшая дочь болела тоже диабетом. И желание помочь этой маленькой девочке и послужило акцией, которая на сегодняшний день стала такой масштабной. В 2005 году в рамках реализации этого проекта допомогу отримали только 11 детей. В этом году уже 200. Дарыши город Эмпали находится в самом центре Италии. Ямаль Палова, его же хороупрымая удел в этом проекте. Поддякой за поддержку для замежных гостей стал святочный концерт, подрыхтованный юными гамельчанами. Сегодня для меня и для моей ассоциации очень важный день. Мы занимаемся этой работой на протяжении многих лет. Она чрезвычайно важна как для этих детей, так и для нас. И, возможно, для нас еще больше, потому что мы можем таким образом сделать доброе дело. Ганна Ковалева, Вольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Радиостанция «Гомель-ФМ» гэтым летом загушить по-новому и по радио-слухачоу цикавыми творшими проектами. Зараз над ими працует дружная и сгуртованная команда. Про то, как проходят в працонные будни ведущих и корреспондентов радиостанции «Гомель-ФМ» репортаж Вероники Ворошилиной. Встречаем утро пятницы вместе с хорошими новостями радиостанции «Гомель-ФМ» вошла в топ-10 радиостанции Беларуси. Да, это приятно, а вот другими новостями сегодня поделится редактор службы информации Сергей Негревич. Сергей, доброе утро. Доброе утро, Кирилл. Я расскажу о том, какие сюрпризы готовят гомельчанам и гостям города «Гомельский парк», а также о том, кто завтра будет дежурить на прямых телефонных линиях местных органов власти. Об этом и не только прямо сейчас. Миновит атак с добрым настроем, подборкой свежих на вино и ритмичный хиток, кожную ранницу починают в працу диджея радиостанции «Гомель-ФМ». Их задача не только узбодерить людей, дозволить им кончатково прочнуться, а головное подарить заряд позитиву на весь день. На самом деле я представитель стопроцентных сов, которые переквалифицировались в «Жаворонков». Такие люди существуют, на самом деле. Если кто-то не верит, что это возможно, это возможно. Это дело привычки. Ну и сейчас я могу сказать с уверенностью, что мне интересно наблюдать за тем, как просыпается город. Я встречаю утро с теми, кто едет на работу. Настроение у меня утром всегда хорошее. Да и днем, и вечером тоже. Поэтому легко радовать всех хорошей музыкой и делиться какими-то новостями с людьми. Народжение радиостанции «Гомель-ФМ» отбылось у Кастрышнику 2008 года у вынеку проведенного Рыбрэндону радиостанции «Экспресс». Сегодня на хвале в 101.3 можно почуть лепшие замежные российские айчинные композиции. Вещание радиостанции будуются з уликом интереса, густов и стилю життя метовой аудитории. Дарыши слухачи высоко оценивают эту работу. По выниках социологичных доследований у «Гомель-ФМ» вошла в топ-10 самых популярных радиостанций краины. Такое признание выник штодионный плённый працу каждого особного работника и коллектива в целом. Треба, значить забавляльный сегмент, далёка не один, чем может похвалиться «Гомель-ФМ». А кроме диджеев тут працует сгуртованная команда службы информации. Перш за все упору подборца материалов робится на новинный життя региона информация, которая трапляет в спецрепортажах и выпусках новинов на хвале «Гомель-ФМ» в 90% тычется подзей нашей области. Корреспонденты информационной службы мкнутся не заступать у оперативности не только газетам, а и интернету. В своих новостных программах мы стараемся охватить все сферы жизни. У нас есть и спортивное обозрение, у нас есть обзор прессы, есть простые выпуски новостей, где мы рассказываем и о криминале, и об экономике, и о политике, и о культуре, о том же спорте. Есть у нас программа «Спецрепортаж», где мы позволяем себе немножко не только рассказать подробнее о каком-то событии, но и проанализировать его значимость для региона. Есть программа «Местное время», которую мы целиком посвящаем новостям из каждого района Гомельской области. Информационные забавляльные эфиры диджею, оперативные новины, аналитика подзей в свете, гараж и ахиты. Гомель ФМ – сегодня ведущая радиостанция региона, и она реализует на своих хвалах цикавые, креативные, головные, запотребованные слухачами проекты. И объединяет вокруг себя людей активных, которые мкнутся развиваться и удоскональаться в импульсе сучасности. Нам приятно, что выбор аудитории определил радиостанцию «Гомель-ФМ» в десятку наиболее популярных радиостанций в Республике Беларусь. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и в текущем эфирном сезоне предложим новые проекты, которые будут интересны как слушателю, так и рекламодателю. В Гомельской областной универсальной библиотекции «Имя Ленина» открылся литературно-музычный салон. Поде отбылась в рамках арт-проекта «Год культуры» в библиотекции. Музычно-литературный салон заснован на идее дрожения объединения у прихильников классического мастерства. Сустречи проходят у стилистов и вешаров высокой этичной и эстетичной культуры. Программа каждого вечера будет утримливать выдатные узоры у музычных творов и литературы. Темой первой сустречи стала «Вясна». Почас вечерыны гучали творы поэтов серебряного века и музычные композиции в жанре романса. До того ж, все наведывальники литературно-музычного салона смогли ознайомиться с выставой «Прагулки по саде». Я ей представила наставник Рогачевской детской школы мастерства, член Международного союза письменников и маэстро мастерства Ніна Якунина Файбушевич. Экспозиция включила больше актрисы живописных работ у технице аллейного живопису. «Прогулки по саде» вельми вобразная. Назва экспозиция символизует прыгожость у нутреного света человека. У целого музычно-литературный салон у областной универсальной библиотеки плану избирать наведывальников «Что ты день». Салон в областной библиотеке будет собираться регулярно по четвергам в 18 часов. Как раз в удобное время после работы, когда люди могут прийти за чашечкой чая и расслабиться в нашем уютном кафе. Мы очень хотим, чтобы он собирал творческих, интересных людей, друзей нашей библиотеки, поклонников поэзии, искусства, музыки, слова. Книги, конечно же, в первую очередь. На рожжение новой навуки отбывается не так часто в наши дни. Тому и оно, несумненно, складает гонор для любой державы. Республика Беларусь, а докладнее Гомель, Радима, Требафатыки. Что выучает эта навука и какие ее основные досягнения, расскажет программа «Сто причин, чему я люблю Беларусь». Глядите сегодня у 12.55 на телеканале «Беларусь-шатыры». И на этом поколе все. За развитием подействие сошите по наших выпусках. А я с вами развитываюсь. До повышения. Редактор субтитров А.Семкин